Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя, и я зовут Юля. И мы сейчас находимся в археологическом музее-заповеднике Костенки. Та-дам! Сейчас мы находимся в самом музее. Здесь можно посмотреть, как происходят раскопки. В первом зале расположены различные фотографии. На одной из них представлен ученый, точнее, естествопытатель Поляков Иван Семенович. Он открыл первую стоянку древних людей, Костенки-1. В середине прошлого столетия ученому Рогачеву пришла идея не просто раскапывать кости, но и сохранить их в том виде и для будущих потомков. Именно в это время к ученому обращается местный житель, который у себя во дворе обнаружил большие кости. С этой находкой он обратился к Рогачеву. Раскапывать и консервировать кости начали в 1960 году. В течение 7 лет велось строительство музея на этом месте. Также нам рассказали, что раскопки ведутся даже в частных домах. Вы представляете, вот где живут, и к ним приходят такие и говорят, «Здравствуйте, мы хотим вас начать вести раскопки». Некоторые соглашаются, некоторые не соглашаются, но говорят, что очень много было стоянок именно древних людей, населения. Под сводами здания музея находятся останки жилища первогоднего человека. Это жилище было построено 20 тысяч лет назад. Выкладывали также их кругом. Это кости мамонта, консервированная стоянка древнего человека. И здесь построили прямо это здание поверх этой стоянки. План раскопанного жилища, культурного слоя, стоянки, костенки номер один. А вот как она говорила, то, что промывают все, песок весь, который раскапывают, и промывают. И обрати внимание, вот все мелкие части. Процесс исследования стоянки, костенки, культурного слоя. Это здесь, я так понимаю, без этого здания еще. Да, да. Здесь же был огород раньше у человека. Конструкция волшебки долины дома. Этот дом такой тоненький, маленький. Ну, предполагается. Дом же всегда большой был. Ну, почему? Носка низкая длинненькая, растения длинненьковые. Да, конечно, с экскурсии это было бы вообще шума. Просто можно было все послушать, как, что тут, для чего происходит. Я думаю, это довольно-таки интересно. Тем более, стоит билет всего 100 рублей. И сейчас экскурсии не пускают, ну, как пускают экскурсии, но предварительная запись и от 5 человек. Ну, мы так решили приехать сюда спонтанно, как всегда. Мы не собирали 5 человек, приехали вдвоем. Обратите внимание, фигурки мамонтов из камня сделанная. Кое-где нас же угадывается. Вот смотри, вот первый ряд средний, прям видно мамонт такой, как бы, голова, тулыбище. Изображение мамонта. А тут что-то написано, ну, тут непонятно. Ну, это культурный слой, а это, я так понимаю, номер экспоната написан. Прикольно, да? Частные владения и прямо находится посередине раскопка. Я бы к себе в огород, если честно, бы не пустил, даже если это, там, историческая ценность какая-то, не знаю. Представляете, у вас придут и просто раскопают весь огород, и весь культурный слой, весь полудородный слой в вас выкопают. Я бы пустила. Ожерелье. Ожерелье. Ну, вот они, статуэтки. Статуэтки древних женщин, как они могли выглядеть. И вырезаны именно из кости мамонта. Ну, видите, они без рук и без оконечности идут. Я думаю, это то, что осталось. Ну, вообще, она говорила то, что они вырезались именно таким образом, чтобы не было лица и конечность. Потому что могло произойти что-то с другим человеком. Это, ну, на кого это похоже статуэтка. Таким вот образом. Ожерелье скуков пустится. Обратите внимание, бусики даже фигурировали на теле. Фигурки живут. На данный момент раскопки на территории костенок продолжаются. Вполне вероятно, что через некоторое время ученые нас удивят археологическими находками. Также здесь есть еще реконструкция мамонта. Как он выглядел. Смотрите, какой он огромный. Смотрите, какой он большой был. Кости у него просто огромные. А это же настоящая кусть. А здесь представлено древнее жилище. Как жили древние люди. Также в музее представлен частично реконструкция жилища древнего человека и его быт. Семья показана из трех человек. Мама, папа и ребенок. Хотя на самом деле древние семьи состояли из гораздо большего количества людей. А на территории костенок было найдено 4 захоронения древних людей. Здесь мы видим экспозицию внешности древнего человека. Во время раскопок были обнаружены наконечники на кодле. Чешуйки для выделывания. На самом деле здесь очень хорошая территория. 9 гектаров. Тут можно пофотографироваться, приехать. Очень большая архитектура здесь, природа. Костенки очень красивое место, которое привлекает массу людей, туристов, ученых. В начале лета можно насладиться земляникой, увидеть реликтовые растения. Кроме посещения музея, незабываемые впечатления остались от увиденной природы. Всем, кому понравилось мое видео про костенки, подписывайтесь. Меня зовут Дядь Митя, ее зовут Юля. Всем удачи и пока.